Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске речь пойдет об американской летяге. Сидящая на дереве летяга похожа на обыкновенного грызуна, но она может с легкостью птицы перелететь с одного дерева на другое. Американская летяга обитает на востоке Северной Америки, от Канады до Мексики, где растут хвойные, лиственные и смешанные леса с достаточно высокими деревьями. Летяга, в общем-то, не летает. Она не может взлететь как птица, но благодаря кожистой перепонке, которая натянута между всеми четырьмя лапами, она может преодолевать по воздуху большие расстояния. Летяга очень искусно управляет полетом. Перед стартом она намечает цель, потом прыгает, расставляя в стороны лапы, между которыми находится кожистая перепонка. С ее помощью она планирует между ветвями деревьев. Перед посадкой тормозит хвостом и переходит в вертикальное положение, удобное для посадки на все лапы. На эскизе скелета видно, как натягивается кожистая перепонка. В четырех местах она прикреплена к костям передних и задних конечностей, а в двух – к серповидным косточкам на запястьях. С помощью серповидных косточек летяга изменяет форму и силу, с которой натягивает перепонку, таким образом регулируя направление полета. Летяга селится высоко в кронах деревьев, где может использовать свою способность перелетать с дерева на дерево. Благодаря этому ей не страшны враги, охотящиеся на земле. Но она становится легкой добычей хищных птиц, прежде всего орлов и ястребов. Поэтому днем летяга спит, а на поиски пищи отправляется ночью, когда охотятся только совы. Также серьезные враги летяг. Сова, благодаря острому зрению и прекрасному слуху, ловит летяг даже в воздухе. На рассвете летяга возвращается в гнездо, чаще всего это старое дупло дятла или другой птицы. А на юге им может стать даже прогрызенный кокосовый орех и спит большую часть дня. Летом летяги ведут одиночный образ жизни. Однако зимой, чтобы согревать друг друга теплом своих тел, собираются в группы до 24 особей. При особенно низкой температуре летяга впадает в спячку, которая несколько раз за зиму прерывается, чтобы зверек мог подкрепиться с собранными осенью запасами. Летяга – непривередливое животное, она ест почти все, что находит в лесу. Кроме орехов и семян, ее рацион составляют почки и молодые побеги растений, мягкие фрукты, лишайники и грибы. Охотится на различных насекомых и пауков, иногда даже крадет из гнезда птенцов. Большую часть пищи съедает сразу же, только некоторые орехи и семена приносят в свое гнездо, которое одновременно служит и кладовой. Как у большинства млекопитающих, ведущих ночной образ жизни, у летяги огромные гнезда. У нее крупные глаза, поэтому она отлично видит в темноте. Примерно через 40 дней после спаривания на свет появляются детеныши. Два или три детеныша рождаются в дупле. Когда им исполняется два месяца, приходит время первых, проходящих под присмотром матери пробных полетов. Если детеныши падают, мать приносит их обратно в гнездо и показывает им, как надо отталкиваться, управлять полетом и приземляться. Подросшие детеныши сопровождают мать в ночных поисках пищи. Семья остается вместе до следующей весны. Если летяга сидит на дереве, ее кожистая перепонка стянута, поэтому она не мешает ей передвигаться по деревьям. В Австралии обитает несколько видов сумчатых летяг, животных, которые также могут летать. Во влажных джунглях Южной Азии обитает летяга, относящаяся к крупному виду. Она может пролетать более 100 метров. Летяга чаще всего перелетает с дерева на дерево, однако может также проделывать в воздухе сложные акробатические трюки, поворачивать обратно, летать по кругу или по спирали, приземляться в том же месте, с которого стартовала. В настоящее время летягам исчезновение не грозит. Их численность зависит от наличия в Северной Америке, поросших лесом территорий. Летяги не избегают людских поселений и охотно селятся поблизости от них. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!